Особое мнение на 101FM Ну, я так понимаю, коммунисты принципиально настаивают на том, что это день советской армии, военно-морского флота Как исторически он есть, так и Я посмотрел, вы везде именно с этим праздником поздравляете своих товарищей в том числе Рабочая неделя началась И вот уже новости серьезные, громкие появляются прямо с утра Сегодня Ленинский районный суд вынес приговор экс-главе администрации нашего города А также директору управления дорожной и парковой инфраструктуры Алексею Шутинову Экс-сити-менеджер, я имею в виду, Илья Шульгин Два с половиной года колонии общего режима Это приговор Шульгину И полтора года колонии общего режима Это приговор Ишутинову Напомню, что это дело у нас зародилось еще в конце 2019 года Связано это с покупкой двух десятков комплексов видеофиксации Камер, попросту говоря, дорожных Сумма, общая сумма покупки 21 с лишним миллион рублей Напомню, что в июле 2022 года Ленинский же районный суд Вынес приговор по этому делу в виде трех и двух лет лишения свободы Условно прокуратура обжаловала Ну и вот сегодня реальный срок Я уже посетовал перед началом передачи Михаила на то, что Уже усталость явно ощущается от того, что мы уже много лет живем в таком режиме Когда у нас заводятся уголовные дела на высокопоставленных чиновников А потом они отправляются в места не столь отдаленные Вот это дело, Шульгина так называемое Оно какое-то особое звучание имеет для вас? Или вот это вот очередной чиновник, который приступил закон? Ну официально там была статья Организация злоупотребления и злоупотребления должностными полномочиями Вы не разделяете особо все, что происходит? Самое грустное во всей этой ситуации, что, к сожалению, действительно это очередной чиновник У нас как-то в последнее время Кировская область богата на подобные ситуации Да не только Кировская область, и по Российской Федерации вполне достаточно хватает таких дел Когда люди, получив какую-то должность, начинают почему-то не о людях и о муниципалитете думать, а о чем-то другом Поэтому, конечно, в целом это печально, что это в глазах людей тоже уже все к этому относятся достаточно равнодушно Ну вот еще одного чиновника посадили, да как бы и ладно У всех как-то само собой разумеющая ситуация, когда вот это происходит Это уже не вызывает, как это может быть несколько лет назад было Как же так, как же так это возможно Поэтому это очень такая печальная тенденция И хотелось бы, чтобы в будущем, когда у нас какие-то контр-вопросы рассматриваются Все-таки людей как-то, ну я не знаю Эти назначенцы, которые приезжают к нам из других регионов по принципу Там они лучше, они знают, как делать, показать сейчас, как нас надо научить Но вот как мы видим, из раза в раз они думают ни разу не о жителях Кировской области И никак передать им свой опыт, их регионы какие-нибудь там молодцы, как они все классно все организуют А думают совсем в другую сторону Поэтому хотелось бы, чтобы таких ситуаций было поменьше Ну и не хотелось бы быть кровожадным, но 21 миллион, бюджет потерял, два года Сильно эти деньги не компенсируют бюджет То есть, как бы, по сути-то Ну вот в сегодняшнем решении суда я еще не прочитал по поводу этих Вернее, не видел эту информацию по поводу 21 миллиона Но вот тогда, когда условный срок был в июле 22-го года Суд там ничего про эти деньги не сказал То есть, они не должны были обвиняемы Осужденные, вернее, уже, да, возмещать этот ущерб То есть, эти деньги не в карман утекли, да? Надо стоит уточнить К сожалению, каждый раз, вот вопрос У нас каждый раз говорится, что денег в бюджете нет Но вот если бы мы каждый раз возвращали бы те суммы, которые были утащены Я думаю, что городской и областные бюджеты бы чувствовали себя значительно лучше Как вы думаете, Михаил, насколько эти случаи, которые повторяются раз за разом Подрывают авторитет власти, доверие к власти Вот в предвыборную кампанию мы всегда сетуем на то, что у нас низкая явка И народ не хочет идти голосовать Вот, на мой взгляд, вот эти криминальные случаи во власти Они снижают в том числе и желание участвовать в выборах Потому что народ понимает, вернее, считает, что Так или иначе, этот чиновник может оказаться на скамье подсудимых Это мы чаще всего слышим, когда с людьми встречаемся в рамках выборной кампании Какой смысл идти голосовать? Во-первых, все решено Во-вторых, все равно там все у вас там все воруют, все воры и так далее То есть, ну, это один из главных аргументов, с которым люди не идут на выборы Это вот что мы чаще всего слышим Поэтому, естественно, каждая такая ситуация, она бьет по доверию людей ко всей системе власти То есть, к выборной, они не делят на законодательные-законодательные В них все это одно Поэтому, естественно, каждая такая ситуация, она добивает оставшейся доверия Может быть, какие-то дополнительные фильтры вводить для людей, которые претендуют на госдолжности Как-то более тщательно их проверять Вот ваши коллеги, например, из фракции ЛДПР в городской думе предлагали А давайте мы будем претендентов на должности в администрации на полиграфе проверять Полиграф сразу покажет, где там честен, не честен Ну, как вариант, но есть еще несколько примеров Например? Во-первых, чтобы было, скажем так Вот когда тут некоторых чиновников тоже в городе назначали Я и задавал вопросы руководству, что у нас уже не один чиновник вот так покинул администрацию И те, кто их протаскивали, те, кто их лоббировали, голосовали Никто никакой ответственности за это не понес Люди относятся к этим решениям очень так Пусть попробуют, посмотрим, что получится Все-таки надо, чтобы те, кто людей притаскивают, за это как-то отвечали Понятно, что есть вопросы, как это закрепить каким-то законодательным способом Но было бы неплохо И второй момент Вот то, что мы сейчас как раз обсуждали Насчет того, что деньги в бюджет не возвращаются Если бы была тема с конфискацией Может быть, это каким-то еще барьером для человека, который так себя ведет Сдавало, что он понимал бы, что если он попадется, то он потеряет Личное имущество Вообще все потеряет Чтобы полностью Собственность отвечал за возможные Тем, что у него есть Ну, это один из Понятно, что здесь это все 100% не отсеет Но хотя бы еще одна ступенька Еще один фильтр какой-то был бы в этой системе Ну и сама, наверное, прозрачность власти Прозрачность ее действий Каждого шага, что называется Когда у нас не пулуарно все это делается А когда все-таки более прозрачно Вот чего тоже, к сожалению, у нас пока не хватает Чтобы кандидатуры, которые назначались Они действительно Хотя бы обсуждались Хотя бы с депутатским корпусом Не говоришь про общественность Но хотя бы с депутатским корпусом Не просто когда вынесли На голосуйте Ну, тут интересную идею Озвучил ваш коллега Владимир Журавлев На заседании городского парламента Ну, я понимаю, что тут в большей степени Наверное, это вот праздником Приближающимся было новее На 23 февраля Владимир Вениаминович сказал С трибуны Гордумы о том Что неплохо бы, чтобы чиновники Которые у нас приходят работать Они еще и в армии бы отслужили Да? Это, видимо, вот как-то добавило до мужества Да Я знаю, что это один из главных вопросов Которые Владимир Вениаминович задает на каждом И он, кстати, на федеральном уровне Насколько я помню Он тоже раньше поднимался Поднимался, поднимался Ну, тут много факторов Которые на это играют Но я не могу сказать Что служба в армии Это является стопроцентным фильтром От того, что человек себя поведет иначе Ну, вот есть один пример Бывшего гранначальника Который, ну, вроде как Бывший военный Глава города вы имеете в виду? Имею в виду, да Пробыкова Ну, вот как бы не помогло Которому 16 февраля Суд приговор вынес По факту Фильтр оказался недейственным Поэтому Ну, интересная позиция Но, к сожалению Или, к счастью, не знаю уж Малореализуемая У нас не стопроцентно Все служат в армии В том числе там Ладно бы, как в Израиле было Что мужчины, женщины все идут Так тогда можно всех Всем этот одинаковый фильтр поставить А что делать с главами женщин Сразу их не служили Все нельзя То есть вот здесь как-то надо Чуть более взвешенно, скажем так Относиться к таким предложениям Почему чиновников, на ваш взгляд Не учат все эти истории Почему они На одни и те же грабли-то наступают Порождая такой общественный резонанс И волну негодования И возмущения Ну, к большому Любой здравомыслящий человек Наверное бы Тише воды ниже травы себя вел На чиновничьей должности Не дай бог приступить к закон К большому сожалению Люди ведут себя как времящики То есть вот здесь Это часто с этим сталкиваемся Об этом и наша партия говорила Сергей Павлович, когда критиковал Тех или иных руководителей Всегда это упоминает Что вот это люди Которые понимают Что они пришли ненадолго А значит задача здесь Как можно больше С этого что-то получить Вот поэтому отсюда Это и появляется Когда люди там Не горят желанием Что-то изменить в городе Что-то изменить в области Там в стране Ну вот оно Вот оно отсюда и появляется В первую очередь Когда притаскивают людей Из других регионов Это вот для Кировской области Я не знаю Почему же там Третий руководитель региона Не местный Такое ощущение Что в Кировской области Нет ни одного своего Руководителя достойного Там должности Губернатора Ну да кстати Скоро уже 15 лет Как у нас главы регионов Они да Извне И к сожалению Те команды Которые они приводят Это было и При Белых И при Васильеве было Там первой части команд Они все эшелонами Отсюда либо сбегали Либо получали уголовные дела Посмотрим что получится В этот раз Потому что тоже видим Часть привозных Чиновников Понятно что Те кто приезжают Они ведь понимают Что они не на всю жизнь Приехали в Кировскую область Приехали на какой-то срок А значит задача Чтобы по окончанию срока Что-то все-таки С этого я так полагаю У них осталось Ну вот Я только так вижу Их мотивацию Это ваше персональное мнение Персональная оценка Потому что Другого Объяснения для себя Почему так происходит Я не могу найти Ну давайте про нынешнего Глава администрации Он не приезжий Он свой Он в Кирове родился Вячеслава Симакова Да я имею ввиду И хочу напомнить историю С голосованием На заседание Гордома 31 октября прошлого года Когда фракция КПРФ Не высказала свою поддержку Вячеславу Симакову С формулировкой Насколько я помню Что вам непонятный Там багаж его реальных дел Ну вот уточните Почему Да мы единственные Кто не поддержали Вячеслав Николаевич Единственная Единственная Да помните почему Несколько причин здесь было Во-первых Не было понимания Насколько фигура самостоятельная И насколько сможет самостоятельно Принимать решение Мы же тогда как раз Перед этим Он со всеми фракциями встречался В том числе и с нами И мы приглашали Руководителей разных организаций Общественных Вопросы задавали То есть насколько он там готов Был к каким-то кардинальным решениям В тот момент времени У нас Этого понимания Насколько человек готов Кардинально все поменять А действительно Городу нужно было Чтобы его встряхнули По полной программе Тогда не было Поэтому мы и не могли Проголосовать там За него на тот момент По этому целому ряду причин Ну тем более Он шел один Без команды К сожалению На сегодняшний день Он все еще один И команды у него нет Это видно По тем кадрам Которые там Периодически Я бы сказал Подсовывают А что значит Что вы закладываете В это понятие Один команды нет Как мы должны понять Что у него все-таки Есть свой набор Единомышленников Богатырей Которые идут Напролом Не знаю Там с мечами Когда Голова администрации Вечером проверяет Уборку снега С утра Выпускает автобусы На линию И вот в ручном режиме Постоянно занимается Всеми городскими вопросами Не могу сказать Что неэффективно Действительно Отзывается Где-то что-то Сообщает Что тут такая проблема Там оперативно Администрация В его лице реагирует Но получается Что он самолично Всеми вопросами занимается Для чего тогда Существует зам Для чего существует департамент И целый штат чиновников То есть получается Можно всех распустить Оставить одного Симакова Он будет сам все делать В общем-то И замечательно Деньги с экономией бюджетные Потому что Ну вот сам ходил Губернатор Простите перебиваю Губернатор уже Высказывал Ну так В доброй форме Да Главе администрации Что не надо так Чересчур много работать Пусть замы у вас трудятся Ну то есть Для этого же есть целый штат И здесь хотелось бы видеть Вот действительно Там командную работу Когда заместители Эффективно отрабатывают департаменты Сейчас идут изменения Ну вот по тем замам Которых там Уже утверждали В общем-то По-моему Наша фракция Ни одного не поддержала Особенно из последних назначений Потому что Непонятно там Когда Значают человека Который там Не из Кировской области У нас нет Так того Что вот все нельзя Но нужно понимать А в чем уникальный опыт Почему именно Вот Чем этот человек Так замечательен Что мы его берем Уникальный опыт Не был обозначен Ну то есть ощущение Что просто его навязали Сказали там Вот обязательно его назначите И его поставили Зачем Почему Вот пока Я там не вижу Какой-то мегаэффективности Это отличительный там Черт Который Не было у кировских Представителей То есть я так понимаю Что спустя Ну почти уже 4 месяца работы Симакова В должности главы администрации Ваше отношение Отношение фракции Не поменялось Или изменилось Скажем Наградус какой-то В целом Наша фракция По принципу того Чтобы максимально Пользу приносить Жителям города Поэтому Здесь пытаемся И стараемся Выстраивать С администрацией В частности С Вячеславом Николаевичем Максимально конструктивные Взаимоотношения Мы конечно там На заседаниях Комиссии Думы Это можно посмотреть Если какая-то критика есть Мы всегда высказываемся Но здесь Все это очень В таком достаточно Конструктивном русле У нас нет никаких Таких там Личностных Каких-то к нему Оценок Ну немножко изменилось То есть Изменилось В лучшую сторону Видно что человек Хочет Изменить ситуацию Видно что желание У него это есть Он пытается Это сделать Видно как сильно Кадры поменялись В одной администрации Там очень много Кого убрали Убрали Или сами ушли Все что пишут СМИ Это вроде как По собственному желанию Сами ушли Но мы же все Прекрасно понимаем Это сами ушли Скажем так Поэтому Есть положительные черты Единственное Вот сейчас Очень не нравится Эта тенденция Когда везде Во всех телеграм-каналах Еще где-то пишут Что вот все Там Симакова осталось Недолго Его уберут Я тоже хотел узнать Ваше мнение По этому вопросу Телеграм-сообщество Уже последние несколько недель По-моему активно Обсуждает это все Учитывая что По моему мнению Что большинство телеграмов У нас так или иначе Связано с Серым домом Скажем так Как с ними взаимосвязаны Очень странно Такое видеть Потому что Получается тогда Что все это Санкционировано Руководством области Идет с их подачи Или из кого-то Кто работает В сером доме Потому что У меня полное ощущение Что все телеграм-каналы С ними связаны Я считаю Что это вот Ну и Допустим Что это Беспочвенные Чьи-то фантазии Это тоже нельзя Отрицать Потому что Телеграм-канал Он анонимный Мы же не знаем Конкретно людей К сожалению Все это пишут Ну Как бы На самом деле Мне кажется Что нужно дать здесь Главе администрации Время То есть Ему сейчас Прошло 4 месяца Еще не так много времени Как он именно Как глава работает Этого Недостаточно Для того Чтобы все кардинально Поменять Поэтому я бы здесь Посмотрел Тем более Учитывая что Ходят слухи Что его хотят Заменить на какого-то Опять неместного Вот здесь конечно Фракция Копер Будет категорически Против таких перемен Потому что Сейчас Тенденции Положительные Видны Нужно Дать возможность Довести До финала Так сказать Те его затеи Те задумки Которые были Тогда можно Как-то будет оценивать Он будет выступать С отчетом Это будет летом Или весной Он где-то по-моему В мае должен выступать С отчетом Вот посмотрим Что он сам Поставит Так сказать В заслуги Что у него получилось Что не получилось По крайней мере видно Что он воспринимает критику Он слышит Я много раз От фракции там выступал Насчет подходов Всего остального Ни разу не было Чтобы он сказал Что там все Ничего слушать не буду Идите отсюда Всегда воспринимает Это положительная черта Вот хотелось бы Чтобы чиновники В целом в администрации Работали по этому же принципу У нас такого взаимодействия В Думе нет Какое взаимодействие С администрацией Ну с точки зрения Конструктивных Каких-то вопросов Ну я думаю Что большинство Обычных горожан Судят по работе администрации Зимой в первую очередь Это потому как Почищены дороги Тротуары Убран ли снег В каком состоянии Дворы В каком То есть Что это говорит О взаимодействии С управляющими компаниями Вы как оцениваете Ситуацию этой зимы В областном центре К сожалению Здесь конечно Вопросов много Жалоб много От людей Идет В процессе Работы с избирателями Тоже наверняка Поднимаете эти вопросы Начиная с того Что там Солью сначала засыпают Ничего не уберут Все замерзнет Катаются Звонков в море Там-сям Приберите Там Примите Так сказать Посодействуйте Но собственно Я надеюсь Что вот этот вопрос Тоже будет взят на контроль Потому что Понятно Что сейчас идут вопросы Кадровые внутренние Идут там замены Понятно Что идет пересмотр Подходов там По благоустройству По деревьям По озеленению По всем остальным И конечно Хотелось бы видеть Там более оперативные результаты Понятно Что Это видно Из его телеграм-канала Где он там Ходит День через день Проверяет Как тут убрали Как там убрали Все-таки Вот именно Мне кажется Что если здесь Кадрово отработать Чтобы появились люди Которые смогут Это контролировать Ситуация будет Меняться оперативнее Потому что Конечно Прикрываться тем Что у нас тут Самые снежные зимы Не самые снежные зимы Ну не знаю Те кто в селах живут Говорят что наоборот Нынче снега меньше Как хорошо Что столько убирать не надо А в Кирове опять сказали Что самое снежное То ли в Кирове Не угодишь С области Ну каждый раз Этим прикрывается Каждая глава Та же самое говорили Поэтому здесь Поменьше Пытаться прикрываться Этими фразами И понятно Что в какой-то степени Досталось наследство От предыдущего года Там уже много Что было заключено Сделано И утверждено И он сейчас Вот с этим разбирается Ну посмотрим Как по концу сезона Что у него тут получится С уборкой улиц Ну кстати Да После новогодних каникул Еще глава нашей администрации Говорил о том Что Уже практически 50% Там ресурсов На ликвидацию снегопадов Из расходов И реагентов Моя личная оценка Сегодняшняя ситуация Как-то чересчур Грязновато У нас на дорогах Областного центра Я понимаю Что нужно ликвидировать Эти возможные участки ДТП Аварийность Упреждается Но как-то грязновато Ну подрядчикам Вопросов действительно Очень много Пример Опять же Из девятия Гром-канала Был как раз у нас На Орловской Возле нашего партийного офиса Он там видео снимал Когда На Орловской 52 Да Где сначала Город убрал Снег с туаров С дороги Потом Пролезающая компания Пришла Сбросила его с крыши И так и оставила И город снова поехал Там заниматься Убирать Поэтому здесь Конечно Не хватает контроля Вот контроль Самое главное Ну а то Что они там В попытках Погони за цифрами Там тонны Этих реагентов Высыпают Но к сожалению Не в этом Измеряется эффективность Не в тоннах Вывезенного снега Не в тоннах Высыпанной гадости На улице А все-таки Возможности Комфортного Передвижения По груду Вот этого пока К сожалению нет То есть Комфортного И чистого Я бы сказал Вот хотелось бы Когда в нашей квартиры Мы не несем На своих ногах То песок То грязь То еще что-нибудь Да вопросов Вопросов безусловно Масса Соображений масса Я думаю Что у жителей И Кирова-Чепецка Наверное тоже В отношении властей Есть свои Негативные оценки Я напомню Что Кирова-Чепецк Для Михаила Город родной И я прекрасно знаю Что у коммунистов Коммунисты Традиционно Являются Такими оппонентами Да Главы Кирова-Чепецка В том числе И вот в феврале Вы известили о том Что у вас в Сирии Даже одиночных пикетов Там прошла В чем суть претензий Как в Чепецке дела обстоят Целая там волна была Всяких разных мероприятий Начиная с того Что в новом году Я на имя губернатора Отправлял письмо Большое Про Кирово-Чепецк Потому что действительно Город родной Вопросов много Начиная с уборки улиц Это правительство подтверждало Что все плохо Там завалено Потом вроде написали Что теперь Исправились на четверочку Я вот ровно в тот день Когда это было написано В пресс-релизе Что все убрали И как раз приехал В Кирово-Чепецк Это середина января Где-то вот там Как раз после праздников Ничего не поменялось Вот как оно все было Так оно и осталось Не знаю кто это писал Кто оценивал Может быть какие-то По отдельным улицам Привезли Показали что где прибрали И там То есть я по всему городу Приехал Он не такой же большой Чтобы его осмотреть Не поменялось В целом отношение Власти В Кирово-Чепецке К жителям Есть просто такое ощущение Что там Елена Михайловна Считает что она Одна в городе живет Она одна знает Как оно все происходит Елена Савина Глава Кирово-Чепецк Да и глава Кирово-Чепецк Потому что Вот пример Каринтуров Заречный микрорайон Ходит туда Маленький тепловоз Вечерние рейсы Которые идут в 7 часов Отменили Больше связи Так сказать Основной территории города С Заречной частью Вечером нет Больше там никаким образом Автобус администрации Отменен Его не запускали В этом году Его отменили Соответственно На вопрос депутатов О том что Вот люди говорят Что мы потеряем возможность Как мы будем ездить на работу Как возвращаться Она сказала Я этому не верю Она вот Не верю чему Не верю невозможности Я не верю Что есть какие-то такие люди Что она считает Что их человека два И ради двух человек посылать Ну условно Два И ради них оплачивать Эти поездки Смысла нет Якобы два человека Которые выбираются Из Каринторфа На большую землю Так сказать Хотя по версии депутата Нашего коммуниста Депутата КПРФ Именно поэтому Как у избранной Живет сам в Каринторфе Артем Демидов Их минимум Ну их около Полусотни Больше там Может быть больше Полусотни человек Мне кажется Что это достаточное количество Чтобы все-таки Этот вопрос был на контроле Когда так отвечают Ну извините Там Путепровод Который в аварийном состоянии С этим мало что делается Инфраструктурные проекты Один за другим Там Седьмой школой Сколько возились Со сквером Сколько возились Все эти ремонты Которые Ну условно Ремонтируют проспект мира Там Несколько десятков Люков Просто забывают Внести в проектную документацию Узнают о них В ходе ремонта Что оказывается Люки на дороге есть Какой сюрприз Неожиданно администрация Для себя выяснила Ни в одном другом городе нет А здесь вот в Чепецке Вот у нас как-то Вот так получается Поэтому Жители конечно возмущены Когда коммунисты У нас там пикеты проводят Исключительно Одобрение В соцсетях одобрение Потому что Все устали к такому отношению То есть Просьба к правительству Все-таки обратить внимание На город Второй город области И проверить Насколько все это Эффективно делается Передали в концессию Водоканал И не объясняя Зачем это вообще нужно было То есть вот допустим Город Киров За водоканал держится у себя Город Киров понимает Важность предприятия А Чепецк взял его Передал Зачем оно надо Нам Поэтому Здесь Ну к сожалению Пришел ответ На то письмо Которое отправлял в правительство И там на 15 страницах Мне объясняют Что я неправ И в Кирове Чепецке Все замечательно Все чистится Все убирается Все строится Город процветает И не вымирает И вообще Жизнь прекрасна И проблем нет 15 страниц Это на кого-то Вдохновение нашло Да Там очень активно Это расписано Учитывая Что мы знаем По статистике Что это Кирове Чепецк К сожалению Город вымирающий И сокращающийся По тысяче человек Ежегодно Ну примерно Вот есть вопросы К тому Кто этот вдохновленный ответ Писал И большие вопросы Есть Потому что Ну такое ощущение Что люди Не вдавались В подробности написанного То есть Ну надо было Что-то там Отписать На вопросы заданные Вот они это что-то Отписали Но мы здесь Ставливаться не будем Все равно Ваши дальнейшие действия Все равно То есть Во-первых Задача у меня Получить ответ От правительства области По тем вопросам На которые они ответили Все-таки Остались проблемные участки Задача чтобы эти проблемные участки Были решены Жители города Имеют право На нормальную инфраструктуру Там чтобы у них мосты Аваренные Здесь неаваренные мосты Были на проездах И так далее Чтобы здесь все-таки Правительство доработало А коммунисты Дальше будут в городе Я знаю что И продолжать эту кампанию За отставку Ну я думаю Что там противная организация Выработает совместно С жителями Потому что жители требуют Так сказать Продолжать и наращивать Ну это видно даже По тем встречам Когда вот пикеты проводят Они говорят Давайте там Не пикет Давайте дальше там Какие-то публичные акции Давайте публично это выражать Потому что все устали Очень сильно устали Причем Ну 10 секунд рекламы Мы можем вернуться А Давайте вернемся Да Михаил Кремлев Напоминаю у нас в студии Депутат Кировской городской думы Руководитель фракции КПРФ Через полторы минуты Мы продолжим нашу беседу Особое мнение На 101FM Продолжаем наш разговор С Михаилом Кремлевым Депутатом Кировской городской думы Руководителем фракции КПРФ Мы в Чепецк тут переместились До рекламы Спросил Михаила Что предпринимать дальше Планируете все-таки Как высказывать свое мнение Да Как призывать власти К более что ли Эффективному выполнению Своих управленческих функций Вот мне тут в перерыве Выборы Собственно пришли На ум Ходите на выборы Выбирайте ту власть Которую бы вам хотелось Ну вот как бы это Небанально бы звучало Извините Даже в случае с Кирово-Чепецком На прошлых выборах Там очень малое количество Заявилось Вообще кандидатов Там у людей В округах было Вариант из двух человек По сути дела Они выбирали И во многих округах Коммунисты были близки К победе Там у кого два голоса Три голоса Десять голосов Поэтому да Вот это то что была Низкая явка Это сыграло на руку Именно кандидатам От партии власти К большому сожалению К нашему большому сожалению Ну продолжить будете Наставить на своей позиции Да Естественно И главное тут Одна из задач Что-таки чтобы наконец-то Правительство области Обратило внимание на Кирово-Чепецком Что это не какая-то Запретная зона Куда соваться нельзя А все-таки Нужно заниматься Униципалитетом Заниматься очень серьезно Не когда там Молодым Самым спортивным И так далее И так далее И так далее Пока там только замки Какие-то воздушные рисуют Которых не существует У нас остается 80 небольших минут Давайте в областной центр вернемся Вы как член Постоянной комиссии В том числе По бюджету и финансам Кировской городской думы Безусловно Заинтересованы В пополнении В наполняемости Этого самого Муниципального бюджета И вот неоднократно Уже В городском парламенте Поднимался Этот вопрос Эффективности Работы предприятий С муниципальным участием И ваш коллега Денис Ерохин Неоднократно Эти суммы Озвучивал И самые вот эти больные точки Ну вот в частности Говорил он И у нас в студии Говорил про гостиницу Вятка У которой оборот Там за 2022 год Чуть ли не 100 миллионов А перечисления В городской бюджет Будут менее 1% И вроде как Городская контрольно-счетная палата Дала добро На то чтобы проверить В том числе Вятку Они сказали что Они готовы к этому Подробности озвучить пожалуйста Чтобы с этой инициативы Шла администрация И тогда они пройдут Вячеслав Николаевич Сказал что Да он обратится Ну собственно говоря Он изначально Когда мы это проговаривали Когда только начинался Созыв там Октябрь-ноябрь Он говорил о том Что все предприятия Так или иначе Через это пройдут Что сейчас Он все это проверяет Ведет полная сверка По всем предприятиям Чтобы кадровые решения Принимать Финансы понимать Что происходит Поэтому процесс этот идет Там не только по гостинице Вопросы есть То есть там были вопросы И по АТП Я вот включен В совет директоров АТП И вопросов там Уйма просто того Что происходит Например Мы ведь особо-то и не знаем Мы знаем Что там однажды В 5 утра Вячеслав Николаевич побывал Сказал что будем Проблемы есть Проблемы обнаружены Будем их решать Ну по сути дела Вот по тому же АТП Здесь Предыдущий директор Денис Прилок Очень активно У себя Пишет про это И в общем В эфире было у нас недавно Да И в общем то все что он пишет Оно собственно практически Так оно все и есть Потому что Финансовое состояние предприятия Не самое лучшее На сегодняшний день То есть Предыдущее руководство Которое Я так полагаю Было между Денисом И сегодняшним Руководителем Набрало Каких-то непонятных долгов И работало Как получается По цифрам Это не особо эффективно Потому что цифры Мягко говоря Показывают Что предприятие Резко ушло в убыток За это время Поэтому И к администрации Вопросы есть Ведь администрация Все это контролирует Отслеживает Будем надеяться Что конечно Предприятие Которое там Половину пассажиров Города возит Что все-таки Город на него Внимание Ну сейчас Это и видно Собственно говоря Вячеслав Николаевич Активно принимает Часть во всех этих Совещаниях И свои там Позиции высказывает По остальным Муниципальным предприятиям Такая же тема То есть К сожалению Предыдущее руководство Города шло по принципу Что это ничего не нужно Там вот Муниципальное предприятие Это химчистка Этот кристалл Практично Они закрыли Да-да-да Помню эту историю Старейшую организацию Захлопнули Сейчас Допустим Администрация Говорит Что этого можно было Не делать Можно было спасти И она приносила Там Городу прибыль И такое же отношение Было ко всему остальному Городу было Ничего не нужно Сейчас Настроение изменилось То есть Это тоже Наша позиция В том числе Очень активная Что муниципальные предприятия Должны работать И городу доход приносить Не понимаю Как это ничего не нужно Если это живые деньги И от того Как они работают Зависит собственно Должно по идее Зависеть Наполнение бюджета Поступление Деньги ведь они Из воздуха Не берутся Как нужно зарабатывать В том числе И наша вся была позиция Сейчас Большая часть бюджета Это налоги людей И когда мы говорим О том Что должна быть Больше наполняемость Но мы не можем Часть людей Больше Нет Можем конечно Так пойти Но по этому принципу Но это путь тупиковый Значит Должны быть Какие-то Альтернативные источники Доходов Собственно Муниципальные предприятия Какие-то муниципальные направления Развития Они здесь должны Приносить Значительно большую прибыль Единственное Что удивляет Когда только начинался Созыв Октябрь-ноябрь Были комиссии Где мы заслушивали отчеты Прошлого года Уточнено Да И когда Коллеги депутаты Которые уже В Думе не первый год Руководство Думы С таким удивлением Озвучивали вопросы Что так все происходит И казалось Вроде 5 лет же прошло 5 лет кто-то городом Руководил 5 лет кто-то всех этих чиновников Утверждал Кто-то в Думе работал А сейчас такое всеобщее удивление А как же так Вот у нас там Департамент муниципальной собственности Плохо работает А он только сейчас Начал плохо работать Или может быть он Давно плохо работает Поэтому конечно Здесь очень хочется Чтобы Внимание Здесь в первую очередь кадры Вот самое Здесь острые Это кадры Но если проверка Контрольной счетной палаты Будет То и отчет соответственно Перед городскими депутатами Затем тоже Вы будете заслушивать Это все И затем уже Возможно кадровые Какие-то решения Будут приниматься Я думаю что да Будем стоить по итогам То есть пока Судить сложно Потому что То что говорят То есть понятно Там оборотный Это один разговор Там все-таки Немножко Не совсем корректное Сравнение сумм Там вопрос Сколько у них Все-таки Там прибыль идет И сколько с нее Отдают Вот это большие вопросы То есть сколько у них там Остается И правильно ли они Считают то что у них Остается То есть не завышает ли Они свои расходы Это тоже вопрос Три минуты у нас остается На беседу И видимо успеем поговорить Только про такой орган Как молодежный совет При главе города Но вы человек Остающийся в молодежной политике Безусловно Да И уже добившийся Определенных результатов Имеющий огромный опыт В этом отношении Я знаю что вы высказывали Тут на заседании Гордумы Эти претензии А где у нас Молодежный совет Вот новость была Что он создан В январе Было сообщение о том Что даже руководитель У совета появился 31-летний Виталий Сурков Юрист по образованию И все Такие ведь планы были Молодежный совет Обсуждать самые Такие насущные инициативы Которые будут связаны С будущим города И так далее Что известно вам Ну сводную таблицу Я наконец-то получил Сразу после заседания С баллами Узнал у кого что На сайте Это кто как голосовал Ну там у кого Сколько баллов получилось У каждого кандидата Там же комиссия оценивала 25 членов А претендентов было Насколько помню Почти 60 Ну около 50 с чем-то То есть Это я наконец-то Получил и увидел На сайте есть даже Список кто прошел туда Городской думы Там можно париться Его найти И даже у некоторых Членов молодежного совета В личных их соцсетях Видно что они там Где-то у себя делают Единственное чего Такие вот Я не понимаю Это еще бы на первом заседании Мы просили Что нашу фракцию Туда приглашали Мы не собирались Туда включаться Потому что смысл Депутатам Обычные молодежного совета Но просили нас приглашать Но это какая-то По всей видимости Великая тайна Что там происходит Поэтому депутатов Там ни меня Ни Анастасию Сергеевну Это коллега по фракции Анастасия Воробьева Нас туда не приглашают Ну вот поэтому Что там происходит Можем догадываться Только условно К сожалению Из наших ребят Там комсомольцев Или там коммунистов Из наших сторонников Вселенных молодежного парламента Призак собрания Туда ни один не прошел Ну какой-то план работы Не знаю Призвать их Придите на думу Огласите Чем вы там собираетесь заниматься Я полагаю Что к сожалению Это то о чем Изначально говорилось С главой Что это была одна идея Вот именно в таком формате К сожалению Получился другой орган Ну вот Раз уж Елена Васильевна В другом варианте Его хочет видеть Ну она сама По всей видимости И наполняет его Каким-то смыслом для себя Раз это совет при ней Поэтому Что там происходит Вопрос Ну это большая загадка В том числе Для депутатского корпуса Ну может быть Кроме двух депутатов Которые туда входят Но они к сожалению С нами не делятся Информацией Что это за совет Но в конце года У них заканчивается полномочия Будут собирать заново Ну да Они по регламенту должны Только на год Снова Минутка есть А с молодежным парламентом Поддерживаете отношения? Да У нас там два представителя Илья Киселев И Александр Франштов Но к сожалению Молодежный парламент Причитился в слишком Декоративную фанерку По моему мнению Вот у них будет заседание Они только заслушивают Какие-то отчеты Сами толком Ничего не делают А жаль Хорошая инициатива Как бы подтолкнуть Подтолкнуть-то бы Молодежь ведь все-таки Им действительно Жить и работать Ну вот к большому сожалению И все же уедут Естественно Ну хотя такими темпами Могут разогнать И тех У кого есть желание Что-то менять Ну вот Они захотели декорацию Вместо настоящего органа Они ее и получили Собственно говоря Вот теперь будут С ней развлекаться Не получая никаких результатов К большому-большому сожалению Грустно Грустно, да Увы, завершается время Нашего разговора Михаил Кремлев Депутат Кировской Городумы Руководитель фракции КПРФ Удачи До новых встреч Спасибо До свидания До свидания